30 глава 30 глава мы уже подошли к завершению сегодня мы с божьей помощью закончим 30 главу да еще раз всем шалом вот у нас есть трансляция на фейсбуке группа воикра и в инстаграме на моей личной странице есть трансляция урока вторая притчи царя сломона мишлей мишлей это причина русском переводится и мы сегодня находимся конец уже конец книги 30 глава согласно 31 глава только и все сегодня заканчиваем 30 главу значит дошли мы до того что сейчас уже конец то есть сейчас царь сломон он уже дает эти отделочные работы вся великая мудрость уже была в первых главах с первой главы первая глава это как фундамент 2 3 4 5 и так далее и сейчас 30 глава уже знаете отделочные работы вот такие вот уже вишенки на торте бенгальские огни и так далее за час он нам объясняет чему мы можем учиться у животных до этого мы прошлом вроде вчера мы говорили чему можем научиться у муравьев у доманов у саранчи у паука даже можно научиться очень важным вещам то есть вышли он вложил в этот мир вложил разные программы человек это как как модель мира человек это как-то как сказать транит как винтэссенция как человек это есть мир на самом деле человек это есть целый мир то есть каждый из нас это целый мир представляете это мироздание в миниатюре интересно как бог наполняет все мироздание но его не видно но он дает жизнь всему мирозданию Также человека наполняет душа изнутри. Душу тоже не видно, но она дает жизнь всему. Душа, она внутри, она главная, но ее не видно. Также и Бога не видно в мире, а весь мир является отражением Бога. А человек является отражением его души. Это очень интересно. И в человеке, так как, смотрите, как было, Бог творил мир, шесть дней было, шесть дней творения. Вначале было сотворено время, представьте, вначале было сотворено время, ведь не было же до этого времени. Материя, не было до этого материи. И дальше было, из этого всего развернулось, вот из этой вот, одна точка была, теория Большого Взрыва абсолютно не противоречит божественному происхождению мироздания, потому что Бог сотворил из ничего первую материю. Из этой первой материи потом развивалось все остальное. Мудрецы называют этот первоматериал Юли, почему-то он называется Юли, на языке мудрецов. Теперь, значит, все это разворачивалось, разворачивалось, потом были сотворены, на второй день был сотворен то, что называется небосвод, было разделено между тем, что внизу под небосводом и вверху. То есть, духовный и материальный мир, они, материальный мир является проекцией мира духовного, это как проекция. Теперь, дальше, в третий день была уже сотворена земля, и земля была покрыта вся водой, и она растеклась, растеклась эта вода, и оттуда появилась суша. Теперь на четвертый день, на четвертый день появились уже растения, растения. На пятый день появились пресмыкающиеся птицы, там вот это вся, динозавры, там, наверное, вся эта история. Например, на шестой день появились животные, животные, уже высшие животные, которые млекопитающие, и в конце шестого дня был сотворен первый человек. Первый человек был сотворен в конце шестого дня. И уже седьмой день был шаббат, и вот шаббат это был уже день, можно сказать, первый по человеческому летоисчислению, потому что пока не было человека, не было никого, кто мог бы оценить, описать, рассказать и формализовать все мироздание, которое было до человека. То есть в момент, когда человек, вот, например, возьмем маленького ребенка. Маленький ребенок, который еще не умеет разговаривать, или даже ему три годика, и он еще может уже какие-то слова говорить отдельные. Но тот мир, в котором он живет, он не формализован, то есть у него нет многих понятий, он не знает о странах, о народах, о количестве людей и так далее. И только когда ребенок уже становится осознанным и понимающим, в этот момент его модель мира, его модель мира, она как закрепляется. И он дальше живет в своей модели мира, да? Каждый человек живет в своей модели мира, в своей информационной модели мира, в которую он верит. И он ее держит своей верой. И знаете, вот, например, параноик, да, если человек сумасшедший, у него модель мира нарушена, и он верит, что все против него и все за него преследуют. Это параноик, да? Маньяк, например, какой-то, он наоборот, он сам верит, что он должен или может всех преследовать. Там какой-то человек верит в коммунист, он верит, что, значит, капиталисты это зло. Капиталисты, они верят, что коммунисты это зло. Значит, ну и так далее, и так далее. Каждый человек живет в своей модели мира. Хорошо, значит, возвращаемся к 30-й главе. 30-я глава, 29-й отрывок, говорится, шломос, следующая вещь. Шлушаемо мэйти вейцаат. Он говорит, трое, они шагают важно. А четвертый, он еще более плавно ходит. Очень странный такой отрывок. Значит, сейчас он нам объяснит, кто трое, которые ходят, важно, а кто четвертый ходит еще важнее. Интересно, да? 30-й отрывок. 30-й отрывок, говорит царь Соломон, следующая вещь. Он говорит, смотрите, лев, он сильнее всех зверей. То есть у льва есть некая внутренняя сила, которая делает его царем зверей. То есть он не самый большой, например, слон больше, чем лев. Но никто не говорит, что слон царь зверей. Я не слышал ни одного человека, который бы слона назвал царем зверей. Лев, царь зверей, выло я шуми пней коль. И он не отступает ни перед тем. Значит, здесь царь Соломоном говорит следующую вещь. Вот интересно, что в каждом человеке есть целый зоопарк. Прям конкретно. Целый зоопарк есть в каждом человеке. И в ком-то проявлен вот этот лев очень сильно. Причем интересно, что есть такие люди. Вот я посмотрел, очень много людей, которые достигли больших результатов. Такие прямо. Вот недавно умер, был такой один из самых богатых евреев в мире. Его звали, не помню сейчас, как его звали. Он умер буквально неделю назад в возрасте 8-7 лет. Он тоже был лев по гороскопу. Лев Леваев, лев по гороскопу. Джордж Сорос, лев по гороскопу. Шимон Перес, лев по гороскопу. Бонапарт, Муссолини, Шварценеддер, Барак Обама, Коко Шанель, Джоан Роулинг. Очень много людей, которые прям реально влияют на мир. То есть у них есть вот эта внутренняя сила влиять на мир. Они именно львы по гороскопу. То есть в них лев, он очень сильно проявлен. Вот этот вот лев. Например, Вадим Рабинович, есть такой политик. Он лев по гороскопу. Значит, есть в каждом человеке вот это вот качество льва. В ком-то больше проявлено, в ком-то меньше проявлено. Интересно, что есть такая мишна от Пертьевод. Она дает нам указания, какие качества в себе проявлять. И эта мишна, она так звучит. Пертьевод, значит, говорит нам эту мишну, говорит нам, Не помню, кто ее сказал из мудрецов. Он сказал так. А вы аски намер. Он говорит, будь дерзок, как пантера. Будь дерзок, как пантера. А вы аски намер. А вы калькенешер. Будь лёгах, как орел. А вы радсти цви. Будь беги, как олень. А вы гиборки ареи. Будь мощным, сильным, смелым, как лев. И дальше он продолжает. Делая волю Отца, что в небесах. Бога. Почему? И он же продолжает дальше. Следующий отрывок. Он говорит, а с по ним ледяном. Потому что если ты просто дерзкий, но у тебя нет никаких высших целей, ради которых ты живешь, у тебя нет никаких позитивных целей, тогда ты попадешь в ад. Почему? Потому что если человек, он как лев, например, да? И он становится там бандитом, торговцем наркотиками, еще кем-то, то получается, что человек, который проявляет вот это качество льва, но для плохой цели, он наоборот себе очень вредит. Это дальше будет сегодня сказано об этом. Хорошо. Значит, здесь он пока объясняет, кто трое, которые ходят, они блатные такие ходят, значит, трое шествуют важно, а четвертый шествует плавно. Это был 29 отрывок. 30. Первый, кто шествует важно, это лев. Почему? Он царь зверей, его он просто себя как бы поставил царем, он себя чувствует как царь, да? То есть, почему он царь, непонятно. Он таким родился, у него есть некая структура, он же лев, то есть, он лев, а не какая-нибудь коза. Теперь дальше. 31 отрывок. Зарзир, матнаем, Зарзир, матнаем. Значит, здесь есть два перевода. Зарзир, это вообще быстрые, быстрые, матнаем, это как членами, да? Ну, руками, ногами. Одни говорят, что он имел в виду царь Соломон Сокола. Сокол, это Зарзир, матнаем, он вообще, хотя сокол не машет быстро руками, но он быстро очень летает. А другие говорят, что это специальная собака была, которая охотничья собака, которая загоняла добычу, и она гоняла там этих, ну, добычу она гоняла. Теперь он тоже идет важно. Почему идет собака такая важная? Или почему сокол летит важно? Не знает ни собака, ни сокол почему. В них заложено, заложено в них природой, богом, структурой, программным обеспечением, инстинктами. В них заложены определенные качества. То есть здесь, как бы, это же притчи, они нам показывают глубинные духовные психологические законы. И исходя из этого, что человек, у него есть какие-то врожденные качества, генетические, вот как у животных, да? И у кого-то сильнее проявлена вот эта вот природа льва, у кого-то сильнее проявлена природа сокола, у кого-то, например, ленивца или обезьяны, у кого-то сильнее проявлена природа какой-нибудь улитки или черепахи, да? То есть он такой замедленный малеха. Но вот эти вот трое ходят важно. Лев, сокол, возьмем сокол, таеж. Таеж – это вожак стада козел, горный козел, вожак стада. То есть здесь очень тоже интересно, у животных устроено, что в каждом стаде вот есть горный козел, он такой, в принципе, он козел. У него рога, он, ну, есть траву, но он в каждом стаде коз таких, да, есть вот этот вот горный козел, главный. И у него, он такой, рога у него, и почему он главный? Он всех остальных козлов горных разогнал, и у него есть вот эти вот самки, которые козы, и он, значит, шествует плавно, он такой блатной козел. То есть, мудрецы говорят, зачем нам царь Шламо пишет вот про этих трех зверей, которые ходят важно? Чтобы показать, что есть у каждого человека есть некая предрасположенность, и я когда-то читал такое исследование, что если мы возьмем, по-моему, по шесть животных, по шесть там хомяков разделяли, мышей, крыс, то они обязательно делятся на, двое становятся такими преследователями, двоих они преследуют, и двое, они в середине такие, середняки. То есть, очень такая интересная вещь. А, и один, это я читал у Бернарда Вербера, и один, всегда наблюдатель, ученый такой, исследователь. У тебя всегда, как бы, моя позиция во всех группах людей, это исследователь, ученый. Мне интересно, как все работает, мне интересно понять, понять, как все работает. То есть, я не хочу быть ни лидером вот этих, ни львом, я не лев, кстати, вообще, не хочу быть козлом горным, ни соколом, мне интересно быть исследователем. Хорошо, теперь дальше, а кто четвертый этот, который в 29 отрывке, который шествует плавно, говорит нам умелых алькум имо, и царь алькум с ним дословно переводится. Здесь мудрецы, мудрецы очень в этом отрывке, ведь это же написано 3000 лет назад, 3000 лет передавалась традиция, что имел ввиду царь Соломон. И здесь традиция ушла в два разных ответвления. Одни говорят, что любой царь, он уже в себя включает вот эти вот все составляющие, он как лев, он как вот этот сокол или собака, который загоняет добычу, и он же как таеж горный козел. У царя Соломона было 700 жен, а например цари его эпохи, вот мы возьмем даже иранский шах, у него были огромные гаремы, до сих пор у всех вот этих вот шейхов и властителей, там Саудовская Аравия, Дубай и так далее, у них много есть гарем. Им обязательно нужно, чтобы у них был гарем, чтобы было у них много жен, и этих жен должно быть очень много. То есть ты не крутой царь, если у тебя нет вот этих вот гарема, которые за тобой ходят, там евнухи за ними ухаживают, они как-то живут, эти жены. Интересно, что... Очень интересно, что в Медилат-Эстер, в Свит-Эстер рассказывается, как персидский царь Ахашверош, это был царь Персии, Вавилон от того времени, он выбирал себе жену для гарема, и собрали девушек со всего этого государства, и что? И он каждый день одну... этих девушек полгода их мазали там, мазали разными травами, обследовали, чтобы они были не больные, там они спортом занимались, все. И через полгода подготовки она к нему заходила, он с ней спал, и потом он говорил, беру жены, не беру. Если брал, значит она шла в гарем. А он продолжал вот эту всю историю. Теперь говорит нам 31-й отрывок, что у Мелых Алькум ему, и царь Алькум с ним. Первые говорят, что это был царь Алькум, просто был царь по имени Алькум, и он такой же вот, как все вот эти... И как лев, и как козел горный, и как сокол. Значит, другие говорят, что Алькум это сокращение, что как бы Алькум-Элькум, Бог станет с ним, что тот, кто в себе пробудил вот эту божественную структуру, связь с Богом, который себя привязал к царю царей, святому творцу, к Богу, то он, в принципе, уже вышел из всего этого зверинца, и он стал намного выше, чем его животная структура. И вот эта вот история, вот это второе объяснение, оно как раз подходит к 32-му отрывку и к 33-му. Значит, 32-й отрывок, он звучит так. Значит, дословно переводится так. Если ты навальто, это если ты сделал поступок, очень плохой поступок, подлый какой-то поступок, навела, это как падаль. Если ты сделал плохой поступок, боит нас в заносчивости, то есть ты блатанул, как вот эти вот, показал, что ты лев там или козел, или сокол, и ты блатанул очень сильно, вознесся, да, то есть посчитал себя выше, чем другие люди. А в им замота, если ты это сделал, задумал даже в мыслях, задумал в мыслях возноситься над другими людьми, то есть властвовать, ну, кого-то, кого-то как бы прибить, да, то есть стать лидером таким вожаком. Царь Соломон советует рука к рту, остановись, лучше остановись. То есть он из опыта своего царствования, из опыта Тора, он был пророк, он знал божественную мудрость, он знал, что власть сокращает жизнь. Интересно, что власть сокращает жизнь, и мы это видим, что те люди, которые стремятся к власти, те люди, которые борются за власть, наполеоны разные, там, Гитлеры, чтобы стерлось его имя и так далее, они умирают рано, их убивают, такие же козлы, как они, или там львы, на которых они нападают, чтобы над ними вознестись. Они обычно даже Юлия Цезаря убили, всех вот таких вот, которые в заночивости, они лезут во власть. Царь Соломон им советует руку к рту пристав, потому что, если ты начинаешь бороться за власть, то должен знать, власть сокращает жизнь. И когда ты выступаешь против другого, там, льва, козла или сокола, да, который уже во власти, и ты лезешь и пытаешься его стянуть с этого поста, как сейчас, например, да, что в Америке творится, да, то есть реально Трамп такой, можно сказать, что он полулев, полусокол такой, да, и вот этот вот Байден, да, он тоже такой вот, ну, непростой человек, то есть все-таки ему 80 лет почти, и он 40 лет борется за власть, то эти два человека, они, они борются, и вокруг сейчас вот Вашингтон, это просто такая военная, военная база стал, да. Да, теперь, и 33-й отрывок, давайте продолжим эту тему, чтобы закончить уже сегодня 30-ю главу. 33-й отрывок 30-й главы говорит царь Саламон. Тимит с халявью цих и ма. Он говорит, тот, кто давит на молоко, из молока выйдет масло. То есть он такими примерами красивыми говорит. То есть тот, кто давит на молоко, он его взбивает как-то там и так далее, то есть прикладывает к нему силу. Из молока выходит масло. Умит с аф, ютси дам, тот, кто давит на нос, может он ковыряется в носу, или бьет кого-то по носу, или просто давит прыщи из носа, да, выходит кровь, он говорит, все, прям дословно переводится, митс аф, ютси дам, выходит кровь. Умит с апаем, а тот, кто давит гнев, да, ютси риф, выходит сора. То есть если человек сам проявляет гнев на кого-то, или же этот гнев внутри его, он поднимается, то этот гнев, если из молока выходит масло, то из гнева выходит сора. И как только из гнева выходит сора, то тогда, опять же, все превращаются конкретно, рациональная часть человека, вот духовная часть, она тут же отказывает. И выходят, у каждого внутри выходят, у кого козел, у кого сокол, у кого собака, у кого змея часто проявляется, да, у человека, проявляется змеиная натура такая. Я как раз вспомнил, что есть очень хорошая книга, исследование о поведении мужчин и женщин в братье, научное исследование, и там написана очень интересная вещь, что в конфликтных ситуациях, когда начинается конфликт, мужчин чаще, чем женщин, переполняют и затопляют эмоции. То есть, когда, когда начинается конфликтная ситуация между мужчиной и женщиной, говорят, женщины эмоциональные, но ученые доказали, что у мужчины включаются эмоции намного быстрее, то есть случается лимбическая система, называется мозг млекопитающего, и одновременно есть внутри мозг рептилии, который управляет всеми, всеми процессами инстинктивными. Пишут, значит, это Джон Готман написал это исследование, эту книгу, что в конфликтных ситуациях мужчин чаще, чем женщин, переполняют и затопляют эмоции. В состоянии полного затопления, то есть, когда эмоции затопляют, только мужчины способны управлять частотой своего пульса, а я вам открою тайну, таких мужчин практически нет, единицы, спецназ, снайперы и так далее, они умеют успокаиваться быстро и снижать частоту своего пульса. Только те мужчины, которые умеют управлять своим пульсом, ну я скажу, что таких практически нет, имеют возможность сократить объем критики, оборонительного поведения, презрения и замалчивания проблем, которые сильный пол привносит в конфликт. То есть, что говорят эти ученые? Они говорят, что когда наступает конфликт между мужчиной и женщиной, даже близкие люди, в этот момент, когда эмоции закрывают, накрывают обоих, рациональное мышление отказывают и начинают вести себя и мужчины, и женщины, как раз как вот эти вот львы, пантеры, козлы, соколы, собаки и прочая живность. И царь Самон нам посоветовал, когда ты сглупил в заночевости или в мыслях, ты уже варишься в этих своих мыслях, руку к рту. А ученые нам советуют в этой ситуации, вот этот вот Джон Готман, советуют сказать, давай сделаем перерыв на 20-30 минут и успокоиться, и только разговаривать на пульсе меньше 70 ударов в минуту. Только на таком пульсе у человека включено рациональное мышление, и он может спокойно, рационально мыслить, а не вести себя как лев, козел или собака. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня, дня, чтобы было у всех, знаете, духовное такое состояние, хорошее, доброе, веселое, чтобы мы видели ту божественную милость, которую Бог на нас каждый день дает, что мы можем дышать, кушать, пить, жить и так далее, и быть спокойными и не раздражаться. И помнить, что власть сокращает жизнь. Не лезть во власть, потому что там уже наверху уже львы, они уже такие обученные, львы обученные битвам, и когда ты пытаешься туда влезть, в эту историю, то надо знать, что отдача будет. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Всем пока, до завтра. Завтра с 10 до 10.20 мы продолжаем изучать притчи царя Соломона, 31 глава.